МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Клейдоскоп и мы ее ведущие Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. В сегодняшнем выпуске немного о культуре, немного о творчестве и совсем чуть-чуть о любви. Февраль считается самым снежным месяцем. Кажется, что весь город укрыт белым кружевом, благодаря чему создается по-настоящему праздничное настроение. Но если вдруг погода подведет, а это в последнее время случается довольно часто, то добро пожаловать на выставку. Это нежное снежное кружево. Рукодельницы из России с давних пор известны на весь мир. Тонкие кружевные полотна, напоминающие зимние и снежные узоры, всегда приводили в восторг и наземных созерцателей. Воздушные елецкие кружева и вовсе повергли европейскую общественность в шок, когда впервые попали на международную выставку. Тогда в Вене в 1873 году кружева из ельца покорили своей красотой специалистов и получили высокую оценку. Хочу начать с небольшого такого исторического опуса. В 1873 году на всемирной выставке в городе Вена европейцы впервые столкнулись с русским кружевом. И они были шокированы. Дело в том, что они даже не подозревали, что в России могут делать кружево. И кружево это отличалось от европейского очень сильно, причем в лучшую сторону, как своей тонкостью, изящностью, миниатюрностью, так и большой вариативностью сюжетов. Все это потрясло европейцев очень сильно. Елецкие кружева известны в России с конца 18 века. Поначалу рисунки для узоров привозились из-за границы, но вскоре местные художники разработали свой самобытный стиль. К концу 19 века в промысле было задействовано свыше 30 тысяч кружевниц. По объему производство кружева из ельца занимало первое место в России. И сегодня 200-летняя традиция продолжается. Кружево плетение у нас в России появляется еще в начале 17 века. Но как массовое явление оно расцветает именно в середине 19 века. Было несколько центров, где занимались кружево плетением. Это и Торжок, это и Вологда всем известная, это и Рязань в том числе, но и Елец. Так вот, Елец был, пожалуй, крупнейшим центром по производству кружева. От изделий мастерицы с других городов Елецкие кружева отличаются более светлой сеткой, узорчатыми деталями, различной плотностью плетения. Кроме того, своеобразной и композицией рисунка. Орнамент на крупных вещах состоит из небольших отдельных растительных узоров, розеток, квадратов и нарядных решеток. Строгий выразительный ритм – отличительная черта этих снежных палантинов. Вот сейчас у нас на улице зима, все покрыто снегом, и здесь мы тоже можем какие-то такие переклички увидеть. Я думаю, что русские люди все-таки не испытают того шока, который испытали европейцы в 1873 году, поскольку они, наверное, все-таки знают что-то про это кружево, но какие-то для себя открытия или даже, может быть, потрясения, они получат. Спешите! Вряд ли эту выставку можно будет увидеть еще где-то, ведь елецкие мастера относятся к своему искусству с особым трепетом и редко позволяют музеям из других городов выставлять снежные узоры. Февраль – это еще и месяц, с которого начинается череда маленьких, но очень приятных праздников. Первым в списке значится День всех влюбленных. Кто-то этот день праздником не считает, и правильно, ведь Валентин – святой католический. Однако в сознании большинства 14 февраля – это все-таки даже не День Святого Валентина, а День всех влюбленных, поэтому следующая история о любви будет весьма кстати. Век нанотехнологий и виртуального общения – настоящее чувство особенно ценны. Для Аси и Руслана их любовь стала самым дорогим подарком от жизни, а 14 февраля для этой пары – просто еще один повод сказать друг другу о своих чувствах. Познакомились ребята в фотостудии. Руслан – фотограф, Ася занимается студийным гримом. И вот судьба свела их на одной из фотосессий. У них была очень интересная съемка с сестрой. Взяли очень красивую модель, нужен был цветочный красивый рисунок. И они меня пригласили этот рисунок делать. Вот, я приехала, модель и рисунок сделала, посмотрела, как они снимают. Снимал он вместе с девушкой, я думаю, ой, такая красивая девушка, наверное, его. Думаю, ну, да, тогда у меня не вариант. А потом выяснилось, что эта девушка его сестра. Я такая, ура! Ну, здорово! Ну, раз сестра, значит, хорошо, значит, подружимся. Понравилась она мне уже до того, как я первый раз ее увидел вживую. На фотографиях, так как она ранее, скажем так, работала как модель, часто снималась. Поэтому, видев ее фотографии, скажем так, в журналах, в интернете, ну, безусловно, девушка красивая мне симпатизировала это. И в дальнейшем, когда мы начали с ней работать именно в качестве художника-визажиста, вот, безусловно, мне это очень нравилось. Да, Руслану это, безусловно, нравилось. Однако шаг к более близким отношениям сделала первая Ася. Мы поехали на замечательный пикник. У нас недалеко от дома есть очень красивые водопады на Московском, где речка. Вот, и мы поехали туда на пикник гулять. Ну, и там уже поговорили и выяснили такой момент, что, наверное, уже пора как-то наши отношения в новое русло переводить. Вот так до пяти утра разговаривали. Ну, просто она меня немножко опередила, скажем так, в этом плане. Вот, поэтому, вы знаете, может быть, если прошел бы там еще пару дней, то я бы первый просто сделал этот шаг. Их отношения длились около года, когда Ася в очередной раз решила взять инициативу в свои руки и очень тонко намекнула Руслану, что пора бы их отношениям перейти на новый уровень. Вы сами знаете, мужчинам как надо намекать. Сначала тихо на ушко, потом погромче, потом повесить перед ним плакат, потом ему еще раз его показать. Ну, тогда мужчина поймет намек. На 14 февраля Ася преподнесла своему возлюбленному подарок со смыслом. Шуточное свидетельство о регистрации брака, куда были вписаны их имена. Вот такой тонкий намек. В тот момент Ася не боялась отпугнуть своего мужчину. Ведь если это действительно ее человек, рассудила девушка, перспектива брака его не испугает. Мне кажется, если ты человеку нужен, и если ты с человеком вместе, то ты принимаешь какие-то решения, либо вы вместе вдвоем это строите, либо, наверное, отпусти человека, и пусть он ищет того, кто не испугается, и кто правда готов все это строить. Как признается Руслан, если бы не этот подарок на День всех влюбленных, вполне возможно, что с официальным оформлением отношений он подождал бы еще пару лет. Я по образованию юрист, поэтому, скажем так, любое процессуальное действие, то есть любая бумажка, все-таки больше делается для, скажем так, для каких-то обязательств, для подкрепления обязательств, а не для подкрепления чувств. Поэтому, ну да, может быть, этим штамп в паспорте, скажем так, он не подкрепляет чувства, а подкрепляет всего-навсего правовые обязанности супругов. Поэтому, ну, может быть, не считал на тот момент, что мы и так друг другу доверяли, мы и так, действительно, жили вместе, у нас были прекрасные отношения, поэтому, соответственно, и всегда они будут. Вот, поэтому зачем, скажем так, это, зачем делать еще какие-то лишние движения? Как бы то ни было, вскоре на годовщину их знакомства Руслан сделал свои любимые предложения руки и сердца. Сегодня ребята вместе работают в фотостудии, вместе отдыхают. В общем, наслаждаются жизнью и взаимными чувствами. А 14 февраля вспоминают Асин шутливый подарок, ведь именно он подтолкнул их к началу отношений, в которых официально подкреплены в том числе и обязательства. А это, поверьте, дорогие мужчины, очень важно, особенно для нас, женщин. Ну, а если вы, как и наши герои, уже нашли свои вторые половинки, то, наверное, стоит задуматься об оригинальном подарке. А что может быть оригинальнее, чем сюрприз, сделанный своими руками? Подарки на дни рождения знакомых, Новый год и другие праздники рукодельница Маши привыкла делать своими руками. Во-первых, то, что делает она, не купишь ни в одном магазине. Эксклюзив, одним словом. Ну, а во-вторых, в сувениры, сделанные своими руками, вкладывается частичка души, что делает их бесценными. Вот и ко дню всех влюбленных Маша предлагает сделать Валентинку своими руками из подручных материалов. Для создания такого подарка пригодится любая симпатичная мелочь. Плоскутки красочной ткани, кружева, ленточки, бусины. Ну, а для того, что будет делать сегодня Маше, понадобится кусочек фетра, шаблон сердечка, вырезанный из бумаги или картона, ножницы, иголка с ниткой, кусочек белого кружева, бусины и клей. Ну, вдвойне складываем кусочек фетра или ткани, что вы хотите. Обводим сердечко карандашом, вырезаем. Две главные детали будущей Валентинки готовы. Теперь нужно их аккуратно сшить. Можно сделать петельку, если вы хотите, чтобы сердечко было куда-то повешено. Для Маши рукоделия – это возможность отвлечься от домашних забот. Правда, времени на него маме двух детей практически не хватает. Зато ее девочки с удовольствием помогают ей делать подарки для друзей и родственников. Допустим, к Новому году мы нашли очень большое количество овец, раздарили, раздали. Некоторые еще у нас дома живут для дальних родственников и друзей. Ну, как бы с сердечками тоже вот сделала много всяких разных. Надеюсь, друзьям, родным и близким понравится. Ну вот, две половинки сердечка сшиты. Теперь осталось включить фантазию и украсить нашу поделку. Возьмем кусочек крожева, вырежем из него сердечко. Можем его пришить на наше сердце. В серединку Валентинки Маша пришивает маленькое металлическое сердечко. Но если вам покажется, что этого украшения мало, можно по контуру кружевного сердца приклеить несколько бусин. На это сердечко мы потратили 15 минут своего времени, который, наверное, найдется у каждого. И, наверное, родному, близкому человеку будет приятно получить что-то, сделанное вами своими руками. Не забывайте, что впереди 23 февраля и 8 марта. Так что, если вы не успели ничего смастерить ко дню всех влюбленных, у вас есть еще возможность сделать приятный сюрприз своим близким. Что касается творчества, то, наверное, многому мы могли бы научиться у детей. Ведь мало кто из нас умеет своими руками вязать ковры, например. А вот дети из Рязанского оберега умеют. В последние годы все больше родителей и педагогов придают особое значение сохранению традиций своего народа в воспитании детей. Объяснить, показать, привить со школьной скамьи любовь к родной земле, к соотечественникам, к поэтике тех обычаев, которые когда-то были повседневностью наших предков. Примерно в таком русле проходят занятия в детско-юношеском центре народных промыслов «Рязанский оберег». Мы даем основы, мы даем понятия. Если ребенку интересно, ни в коем случае его не отталкиваем. Если ребенок замечательный, ходит хвостиком за тобой, он точно так же не может усидеть. Он забегает в соседнюю мастерскую, где занимаются керамикой. А можно вот это попробовать? Следующую, которая там занимается, роспись, а можно вот это попробовать? И, в общем, так получается. Потом забежал. Вот сейчас только вам говорил мальчик о том, что мне нравится и петь, мне нравится и то, и другое, и третье. Потому что это зона свободного поиска ребенком своих возможностей. Это замечательно. От этого уходить нельзя ни в коем случае. Об этом центре мы уже не раз рассказывали в нашей программе. Однако количество идей у руководителя и создателя центра не истекает, а становится только больше. На этот раз нам рассказали о программе, созданной специально для учеников начальной школы «Бабушкин сундук». Дети получают жизненно необходимые навыки на всю оставшуюся жизнь. Вот они сюда приходят, и задача такая. За один год, буквально за один год, дать им такую возможность, чтобы они научились элементарно пуговики пришивать. И неважно, мальчик это или девочка, это жизненно необходимо. Элементарно крючочком, как бы сказать, попробовать что-то вышить, что-то сплести. Одним словом, и развитие мелкой моторики, и развитие речевых центров. Очень много понятийного запаса, словарного запаса. И тем же, потихонечку нашептываем, чем же богата Рязанская область. Вот почему необходимо сохранить наши национальные традиции. Вот, потому что все-таки, если мы не будем помнить своего языка, или не будем помнить своих традиций, мы не можем себя называть с нами своего народа. Вот эти дети нас очень хорошо усваивают. По традиции мы заглянули к ребятам на занятия, чтобы своими глазами увидеть, как они своими маленькими ручками делают самые настоящие ковры. По тем же технологиям, что использовали наши прабабушки и прапрабабушки. Понимаете, второй год уже так интересно вязать. Здесь вот и девчонки, и мальчишки. Как думаешь, вообще рукоделие это мальчишеское занятие? Ну, у нас в обереге и мальчишеское, и девчачье. Для удовольствия, и чтобы я делала на конкурсы разные поделки и получала какие-нибудь места. Вот так рождается любовь к делу, к труду, к творчеству и к родной земле. Пробуждается память. У маленьких рязанцев вовсе не возникает желания забросить рукоделие. Закончив одно изделия, каждый стремится сделать следующее, еще лучше и еще красивее. А в окончании нашей программы хотелось бы вам пожелать. Говорите своим близким о любви каждый день, а не только по праздникам. Ну, а мы ждем вас у экрана ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова